Привет, красотка! И в сегодняшнем видео мы с тобой посидим у меня на диванчике, потому что сегодня будет максимально такой уютный домашний разговор. Как-то в одном из прошлых видео я ненароком упомянула мое нелепое, по-другому не могу назвать, это посещение гинеколога. Как только я узнала о том, что я беременна, это было мое первое посещение гинеколога, ну, в смысле, не за всю жизнь, конечно, а именно во время беременности. И невероятное количество комментариев получила о том, что вам очень интересно, что же там такого интересного было на сеансе, что она мне наговорила, как все прошло. И на самом деле цель этого видео не просто полить воду, я своими роликами, если честно, никогда бы не хотела оставлять какой-то негатив. Мне всегда хочется принести либо что-то полезное, либо что-то интересное, либо что-то позитивное. И вот в таком ключе ролики я снимаю, никогда не снимала, и впервые снимаю какое-то вот такое разговорное видео. И хочу заранее вас предупредить, пожалуйста, не воспринимать это видео как видео типа пожаловаться, чтобы меня пожалели, потому что я ненавижу этого, не надо ни в коем случае писать мне в комментариях там бедная Саша или что-то еще. Я хочу рассказать вам свой опыт, потому что я хочу предупредить многих девушек, которые могут попасть в такую же ситуацию. И мы с вами все, собственно, от этого не застрахованы, просто это видео немножечко такое, да, болтологичное, но на самом деле с таким немножечко философским подтекстом, как в жизни нужно относиться к некоторым моментам, событиям. Так что берите что-нибудь попить или поесть, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Как только я узнала о том, что я беременна, это было в сентябре 2018 года, я, конечно же, сразу же начала искать хорошего, ну как хорошего врача, где я найду хорошего врача, если у меня нет рекомендаций, нет там подруг, которые могли бы сказать, вот, точно советую, конечно, я пошла в интернет. И, конечно же, мне хотелось самого лучшего врача, который будет вести мою беременность, с которым я там буду болтать, знаете, как подружка, который мне будет не просто врачом, доктором прием, не будет приемом, а будет как будто бы, знаете, поход в гости. И я пошла в интернет, просто загуглила рейтинг гинекологов по беременности Екатеринбург, что-то такое, и выбирала врачей по самым максимальным оценкам, по каким-то личным параметрам, то есть вроде по фотографии мне женщина показалась адекватной, нормальной, и я записалась к ней на прием. У меня тогда уже появился мой дневничок беременности, я его сейчас даже с собой взяла. Хочу открыть самый первый месяц, где раздел первый прием у врача, вопросы и заметки. И я здесь написала вопрос, который меня интересует, потому что, конечно же, я читала до беременности о беременности. Я была готова, в принципе, морально к тому, что со мной будет, но все равно хотелось проконсультироваться конкретно по моим частным каким-то случаям. Например, зубы. Вы помните, что у меня с зубами вообще отдельный разговор, и мне нужно было во время беременности, ну так получилось, что это попало на время беременности, доделывать некоторые операции с зубами. Они были не самыми масштабными, то есть самое главное уже было закончено, но какие-то манипуляции с зубами мне нужно было закончить. Я хотела поинтересоваться у компетентного человека, когда лучше, можно ли, как анестезия повлияет на малыша. Во-вторых, мы собирались тогда улетать в Анапу, я вам уже это рассказывала, потому что у моей бабушки был день рождения, она живет в Анапе, и еще в Анапе была моя мама, и мне очень не терпелось, хотелось ей рассказать о том, что я беременна лично, поэтому я хотела узнать вообще, как беременным можно летать в самолете, потому что я сама летала в самолете и видела женщин и с такими животами, и с небольшими животами, и с грудничками, но мне хотелось побольше узнать об этом информации. Также хотела узнать про зрение, потому что зрение у меня минус 5, и где-то я когда-то слышала, что если у тебя большие диоптрии уже, то есть у тебя плохое зрение, то рожать самой запретят и скажут только кесарево. Ну и такие частные вопросы, как можно ли делать маникюр, потому что я как только забеременела, сразу у меня такая, так, господи, меня нужно, знаете, осветить какой-то аурой, я не должна ни краситься, ни красить волосы, ни делать маникюр, ни мыть пол, короче, бывают такие загоны, сразу же хочется себя огородить от всего хоть немножечко пагубного. Про наращивание ресниц спросила, какие витамины пить нужно, какие именно мне, и какие травы вредны. Вот у меня вот такой список, типа травы, потому что я пила травяные чаи постоянно, не пила черный, зеленый чай, я всегда пила травяные чаи, но я знаю, что травы, они некоторые пожестче, чем лекарства могут работать на организм, поэтому хотела в этом разобраться. Прихожу я, значит, на прием, это платный, конечно же, врач, если у вас там вопросы появились, пошла ли я в государственную больницу, нет. Я подумала, что нужно пойти в платную, чтобы все было хорошо, чтобы мне уделили нормальное количество времени, нормально со мной поговорили. Но я не скажу, что прием был радушным, потому что, как только я зашла, меня кинули, как бы, таким взглядом, типа, ну, привет, ладно, понятно. Никаких поздравлений о том, что я беременна. Немножечко я по-другому себе представляла эту встречу, потому что хотелось хоть от кого-то вообще тогда услышать какую-то поддержку, тем более, что я пришла вот такая вот вся довольная, то есть видно было, что ребенок желанный и что беременность желанная. И мне хотелось просто хотя бы услышать слово «поздравляю, вы беременны», но нет. Но ничего страшного, вот эти вот ожидания реальности, я вообще к этому нормально, адекватно, не нужно ничего ожидать на самом деле, чтобы не разочаровываться. Но что дальше было, там, поинтереснее. После базовых расспросов, типа, там, куришь, не куришь, какой образ жизни, меня отправили на осмотр, на кушеточку, собственно, просто. И единственное, что мне сказали после осмотра, таким грубым голосом, смотря куда-то вниз, матка маленькая. Спасибо большое. Молчу, думаю, сейчас будет какое-то продолжение, что... Я, блин, вообще не врач, я не знаю, что значит матка маленькая, матка большая, хорошо ли это, плохо ли. Я когда наблюдалась всегда у гинеколога до этого, мне никто никогда в жизни не говорил, что у меня матка маленькая. И я такая подождала немножечко, и... что? И она отвечает, ну как, маленькая? А, понятно. Мне, кстати, потом на следующих сеансах уже у другого гинеколога сказали, что нормальная у меня матка, соизмеримо с моим, собственно, размером тела, потому что я сама по себе не очень-то крупненькая. Ну, короче говоря, типа, все нормально. Но, видимо, хотелось найти какой-нибудь изъян, это единственное, что мне сказали после осмотра всего. Ну, ладно, самое дурацкое произошло, когда мы пошли по вот этим вот моим вопросам. То есть, закончились ее вопросы ко мне, она сказала, ну что, типа, есть вопросы или свободно. Прошло там буквально минут 7, наверное, от сеанса. У нас было запланировано полчаса, я хотела вообще какого-то полного разговора, если честно, с гинекологом, чтобы она мне хоть что-то рассказала, что сейчас со мной происходит, чего ждать, как дела вообще, не знаю, спросить хотя бы, как у тебя дела. Пошли по моим вопросам, которые я подготовила заранее, и по каждому вопросу просто ответ был, знаете, хуже некуда. Вот серьезно, я прямо сейчас по списку пойду. Про зубы у меня был первый вопрос. Мне сказали, это вредно. И как аргумент, как аргумент, мне привели пример зачем-то вообще какой-то пациентке, девушке, у которой зуб разрушился во время беременности, и даже она не стала его делать, вводить анестезию и лечить его, и осталась без двух передних зубов. Я говорю, а у меня чуть-чуть немного другая ситуация. У меня операция за операцией происходила, и там определенный процесс, его нарушать нельзя. Иначе, на самом деле, даже я понимала своим неврачебным умом, что это только хуже для малыша же самого, потому что любая инфекция в моей ротовой полости, она все равно через кровь попадает к нему. Не может быть такого, что лучше не полечить, и лучше, чтобы инфекция-то развивалась, но главное, анестезию не ставить. Окей, я подумала, что я про зубы лучше спрошу у моего зубного, и, как оказалось, девочки, все намного проще, все намного лучше. Вообще, во втором триместре, второй триместр это самый такой щадящий период, и, в принципе, разрешаю делать вот такие манипуляции именно во втором триместре. Более того, мне мой зубной врач объяснила, что сейчас современная анестезия, она не сравнится с той, которая была даже там 10 лет назад, что она работает местно, и всегда беременным лучше как раз-таки вылечить это, поставив даже анестезию, нежели эта инфекция будет развиваться в ротовой полости, зубы будут разрушаться, и это никому не классно, ни мне, ни ребенку. Окей, идем дальше. Мой вопрос про перелет. Лучше бы я этого не спрашивала, потому что то, что мне ответили, я даже не знаю, зачем. Зачем такой был ответ, такой грубый и страшный? Я сказала, что запланирован перелет. Насколько это мне можно, возможно? Она сначала что-то писала, потом такая на меня посмотрела. Не, ну как бы на твоей совести хочешь лети, я вот только что операцию закончила делать. Я такая, какую операцию? Ну, выкидыш, полетала на самолете. Что? Как такое можно говорить вообще хоть кому-то, а особенно беременной? Человеку, которому нельзя нервничать и с которым нужно вообще обходиться вот как-то вот так вот желательно. То есть мне не сказали, там, какая статистика или чем чревато, как вообще влияет полет на малыша и на человека, ну, то есть на беременную. Ничего этого не объяснили, мне просто сказали, что только что, ну, недавно она закончила делать операцию, выкидыш был у женщины. И я не знаю, зачем мне эта информация. У меня вообще, у меня ноль слов, у меня даже сейчас нет слов. Я там чуть ли не разревелась, если честно, сразу же, сразу же поставила крест на наши поездки. Но я потом вам расскажу, как мои мозги стали на место, конечно, но услышать это я забеременела. Это был желанный ребенок. Я пришла вся такая радостная и хочу услышать чуть-чуть поддержки. Тебе говорят просто худше, что только может услышать беременная. Ну, в общем, про зрение я даже ее не спрашивала. Мне не хотелось слышать, что тебе только кесарево. Потому что я уже начала понимать, что человек не совсем хочет идти на контакты, не совсем хочет, в принципе, как-то поддержать тебя, что ли, просто говорит какие-то пугающие вещи. Лишь бы как будто бы сказать, потому что, ну, я готовилась к беременности, я читала немало книг заранее, и я знаю, что беременность это не болезнь. И не нужно считать ни в коем случае, что каждая беременность одинаковая. У всех женщин она протекает абсолютно по-разному, и именно исходя из каждого случая нужно делать какие-то выводы. Беременность там в 35 лет и в 21 год, как у меня, это вообще разные вещи. Ну, короче говоря, я могу долго сейчас еще говорить. Дальше давайте пойдем по прикольным моментам, что у нас еще было. И я, значит, уже такая, ну, все, ладно, вопросов нет, спасибо большое. Но вот что мне сочли важным сказать, это просто ор, девочки. Это очень смешно. Она перестала там что-то писать, печатать, и такая говорит, ну, вот живот будет расти, там одежду покупай соответствующую. Только не покупай вот эти вот платья обтягивающие, которые живот выделяют, вообще мне не нравится. Прикольно. Мне вообще какая разница, что вам нравится, что вам не нравится. Более того, мне очень нравятся такие платья. И я считаю, что беременность можно и нужно подчеркивать. И я просто такая сижу, думаю, что? Мне только что человек, врач, сказал важным показанием не носить обтягивающее платье, потому что ей это не нравится, это некрасиво. Окей. Но следующий пункт, это просто выше всех похвал. Ну, то есть после этого я уже поняла, что можно не воспринимать близко всерьез все то, что сказано было выше, серьезно мне глядя в глаза. И это, примета плохая есть, что черные трусы не надо носить. Ну, потому что там ребенок все видит. Вот, так что лучше черное белье не носить. Ну, я не знаю, веришь ты, нет, но просто лучше не носи. Окей, хорошо. Спасибо большое. Представитель науки. Человек, который сказал после осмотра одну фразу. Матка маленькая. Человек, который напугал меня выкидышем. Человек, который напугал меня отсутствием зубов. Сейчас говорит про черные трусы и про важность того, чтобы носить белое белье во время беременности. Сори, конечно, но это все. Просто у меня был... Я реально засмеялась. Я поняла, что окей, можно завершать нашу беседу и, наверное, я пойду. Конечно же, это я сейчас рассказываю в таком позитивном ключе. Когда я вышла только-только с сеанса, у меня была большая растерянность в голове. Я близко к сердцу ничего не восприняла, потому что я уже не раз сталкивалась в жизни, в принципе, с взрослыми, но незрелыми людьми. Вроде бы компетентными и вроде бы девочки. Платная клиника. Отзывы одни из самых лучших в интернете. Я понимаю, что не так нужно искать, наверное, специалиста, но я действительно другого варианта какого-то не видела. У меня не было рекомендации там от моих подруг. Вот, я всю беременность проходила у этого гинеколога, иди туда. Потому что я, блин, первая беременность среди моих подруг вообще. Поэтому, конечно, я все равно поплакала, позвонила Денису. Мы вообще никому тогда еще не рассказали о том, что мы беременны. Мне очень хотелось позвонить маме и, как бы, знаете, просто какую-то женскую поддержку услышать. Потому что, на самом деле, вообще странно, что эта врач, она как женщина вот так вот себя повела. Ну, то есть, она как никто другой, а она рассказывала, что у нее есть дети, знает, что такое беременность, знает, что такое дети. И, ну, можно было просто немножко поддержать. Типа, знаете, на волне там мы женщина-женщина друг друга. Лучше немножечко понимаем. Я позвонила Денису. И, знаете, это как бывает, типа, ты такой расстроен, но не плачешь. Но как только начинаешь рассказывать, тебя начинают чуть-чуть жалеть, ты такой, да, все очень плохо. Поплакала, он такой, ну все, приезжай домой, там купил вкусняшки. Меня успокоило, объяснил, что это, конечно же, просто один человек, один врач. И не обязательно, не то, что не обязательно, а не нужно принимать все так близко к сердцу. И обязательно будем искать другого врача, который будет адекватным, который со мной сойдется, так сказать, будет на одной волне. Но я просто представляю, и, собственно, вот еще раз повторяю, в чем смысл этого видео. Представляю, как сильно вот эти слова могли бы повлиять на любую другую девушку, которая, например, тоже впервые беременна, но раньше она не сталкивалась никогда с таким непрофессионализмом врачей. И вообще вот такими вот незрелыми, но взрослыми, при этом старше тебя, да, людьми. И как легко в этот момент сломаться и подумать, что, ну вот, значит, вот так вот. Конечно, потом я начала изучать еще вот все эти темы более глубоко, сама. И по каждому из вопросов я получила полные ответы, что на самом деле бывает, почему. Просто не рекомендуется в какие-то периоды беременности что-то делать, да, и как это влияет. Ну, и в каких процентах это влияет. Я очень надеюсь, что моя история, она не просто была, типа, поболтать или, не дай бог, чтобы она вам настроение испортила. В первую очередь я, конечно же, хотела быть полезной, рассказать, как может быть, потому что никто от этого не застрахован, и такая ситуация могла случиться с каждым, с каждой. Поэтому, девочки, очень надеюсь, что вам было интересно со мной поболтать. Я вообще мало выпила воды. Напишите, пожалуйста, как вам такие домашние видосики от меня, потому что это достаточно непривычно. У меня тема канала бьюти, и в основном я снимаю видео полезной концентраты, там, лайфхаки, ошибки, советы. А сегодня мы просто стали чуточку ближе. Я с вами поболтала, как с подружкой. И расскажите, как вам такой формат видео, на какие темы, может быть, хочется еще, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже напишите. Мне, правда, важно ваше мнение. Я вас очень сильно люблю, красотки, и улыбайтесь чаще. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok